Нам дали равнобедренный треугольник с некоторым основанием АС. Отрезок АВ равен отрезку ВС. Отрезок АМ делит его на два равнобедренных треугольника, вот как нарисовано. То есть известно, что ВМ равно АМ и АМ равно АС. Задача. Найдите величину угла В, ну а если ее найдете, то автоматически вы и все остальное здесь легко найдете. Итак, чему равен угол В? У него углы нужно найти, если что помеченные отрезки равны, и что отрезок АВ равен отрезку ВС. Здесь будет угол В. Надо разобраться со всеми остальными углами, как их выражать через В. Прошу. Да. Нет, не верно. Он равнобедренный, но равнобедренный совсем другому, чем вы думаете. Посмотрите, пожалуйста, какие стороны у него равны. Угол ВАС, АВС, 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 АВС. Замечательно. Во сколько ВМ равняется МА, то углы ВА деугольника ВАМ действительно равны В. Дальше. Это тоже В? Нет. То есть непонятно почему. Потом окажется, что это В, но пока непонятно, почему вы так думаете. Итак, вы пока использовали только один равнобедренный треугольник. Треугольник АВС. Теперь нужно перейти к второму, а потом и к третьему. Можете ли вы написать углы вот этого треугольника через В? Да. У нас считается М. Давайте прямо на 180. Да. Если угодно, да. Если у нас есть углы В, то третий – 180 минус 2В. Дальше. Отлично. Значит, угол АМС, да прямо на картинке можно писать. АМС – это сколько? АМС – это… Если у нас есть 180 градусов, и один угол – это 180 минус 2В. Чему равняется дополнительный треугольник? Между прочим, вам не обязательно даже писать на 180 градусов, минус 2В. Теорему о внешнем угле мы сегодня вспоминали. Вот смотрите, вот угол, который вы сейчас осматриваете, угол АМС, это же внешний угол в этом треугольник. Согласны? Да. А значит, если здесь В и здесь В, то здесь В плюс В. Здесь 2В. Отлично. Здесь 2В. Молодец. Это поскольку отрезки АМ и АС равны… Здесь 2В, да? Вы могли написать лучше. Вот посмотрите, внимание, вот у вас здесь 2В, а это треугольник равноведный. Поэтому, конечно, 180 минус 4В – это правда, но с другой стороны, чтобы здесь было 2В, чтобы сколько это было 2В. 9В – это и есть то самое уравнение. Подпишите здесь. 180 минус 4В равняется В. И вот это уравнение надо решить. 180 минус 4В равняется В. 5В – это 180. В это 36 градусов, совершенно верно. Спасибо, все правильно решили. Ребята, обратите, пожалуйста, внимание, что такое 36 градусов. Что такое 36 градусов? Кто-нибудь знает, какую часть это составляет? Одну десятку. Отлично. А теперь вопрос. Могу ли я на картинке где-нибудь увидеть треугольник, у которого будет угол величины 36 градусов? Ответ – да, могу. Самый простой способ, господа, это взять правильный пятиугольник. Давайте посмотрим, какие у него углы, посчитаем. И, думаю, мы такой треугольник сейчас пытаемся найти. Итак, кто помнит, чему равна сумма всех углов пятиугольников? 540. 540. Но они все одинаковые, если вот правильно. Если они все стороны и все углы равны. Значит, надо 540 разделить на 5. Сколько углов? 108. 108, великолепно. Это будет 108 градусов. 108 градусов – это весь этот угол. А это будет сколько? Надо от 180 отнять 108 и разделить пополам. От 180 отнимаем 108 и делим пополам. Ага, господа, а вы понимаете, что это те самые 36, которые нам нужны? Это 36 градусов. Хорошо. А теперь вопрос. Как получить равноведленный треугольник? Тут, смотрите, какая история. Бета – 36, здесь были два угла по 72. Кто-нибудь понимает, как ему надо провести линию на картинке, чтобы возник равноведленный треугольник? Пока еще равноведленного треугольника вот той формы нет. Есть треугольник с угломами 36, 36, 108, но это не то. А мне нужен 36, 72, 72. Это будет диагональ, конечно. Конечно, господа, здесь будет 36, здесь будет тоже 36. А 108 минус 36 – это сколько? 108 минус 36 – это действительно 72. Вот он, наш треугольник. Вот точка B, вот точка A, вот точка C. Как провести отрезок АМ? Под углом, смотрите, под углом B, под углом 36 градусов. Абсолютно верно, абсолютно верно. Конечно, чтобы было 36 градусов, надо проводить вот здесь. Господа, мы с вами получили забавную вещь. Оказывается, треугольник, о котором мы только что решали задачу, это просто часть правильного пятиугольника. Я давайте нарисую еще раз картинку, надеюсь, что она будет попонятнее. Оказывается, если из вершины правильного пятиугольника провести вот так вот отрезки, две диагонали и две стороны, то все эти углы равны, и причем равны 36 градусам. Оказывается, если провести вот так, то здесь будет то же самое – 36 градусов. Соответственно, вот эти вот отрезки ВМ и АМ равны между собой. И, соответственно, вот эти вот отрезки, а именно отрезок АМ и отрезок АС тоже между собой равны. Пожалуйста, нарисуйте себе эту картину. И мне кажется, что это такое хорошее упражнение про треугольники. Выяснилось, что часть правильного пятиугольника. Продолжение следует...